МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возбуждено уголовное дело. В поселке Октябрьске благодаря камерам наружного наблюдения было зафиксировано избиение пенсионера. В Добрый путь накануне Дня знаний учителя, завучей и директора школ собрались в 15-м лицее на августовский педсовет. Забота о детях, организация молодежного досуга и патриотическое воспитание. 1 сентября завершается процесс подачи заявок на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». На еженедельном совещании у главы гордой района Владимира Ружицкого начальник межмуниципального управления ВД России Люберецкая Евгений Романцев рассказал об инциденте, случившемся в минувшее воскресенье в поселке Октябрьский. Камеры наружного наблюдения зафиксировали избиение молодым человеком пенсионера. История получила большой общественный резонанс. В ситуации разбирался и наш корреспондент. Широкий резонанс этот инцидент получил после того, как запись видеорегистратора попала в интернет. На видео запечатлены два молодых человека, один из которых ударил мужчину пожилого возраста. Сотрудники полиции арестовали подозреваемых и предъявили им обвинение по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я думаю, что он должен отвечать по закону. Тем более, судя из того, что я видел, он совершил противоправные действия против жителя поселка Октябрьский, пенсионера, человека в возрасте, что просто некрасиво, нелицеприятно и просто противоправно. За это должна быть уголовная ответственность. Я думаю, что он эту ответственность понесет в полном объеме, в рамках законодательства. По словам самих подозреваемых, пенсионер сам спровоцировал их на подобный поступок. Мы встретились с представителем общественной организации Азербайджанский конгресс, чтобы узнать о его отношении к данному инциденту. Меня до глубокой души возмутил этот поступок нашего так называемого земляка. Я его даже с трудом могу назвать земляком, потому что у нас на Кавказе с самого раннего возраста учат детей, что старших всегда надо уважать. И если это действительно он, наш азербайджанец, как так называемый, я приношу извинения всем родственникам, близким, пострадавшим, также этому пострадавшему человеку. И хочу сказать, что поверьте, что не все такие. В настоящее время молодые люди задержаны, проводятся расследования. Кристина Мансарян, Ольга Чуканова, Валентин Говоров, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Жители улиц Шоссейная и Юбилейная вновь встретились с представителями администрации, чтобы высказать свои пожелания по поводу переноса остановочного павильона. Напомним, что в связи с возведением развязки на 115 квартале остановку перенесли на 50 метров в сторону города Дзержинский. Заместитель и руководитель администрации Люберецкого района Алексей Передырка вновь обратил внимание жителей на то, что расположение остановочного павильона под эстакадой небезопасно и перенос ее в сторону города Люберцы не будет осуществлен. Как и было обещано ранее, на этом месте уже установлен светофорный объект. Помимо этого жителям объяснили, почему во время строительства эстакады не был возведен надземный переход. Мы настаивали на позиции такой, чтобы российские дороги сделали подземный переход у нас непосредственно от железной дороги, там, где был остановочный павильон. Сие нам государственная экспертиза в связи с финансовым состоянием Российской Федерации категорически отказывает. Алексей Передырка также рассказал о том, что в Люберецком районе будет улучшена организация дорожного движения по Октябрьскому проспекту. В частности, улицы Юбилейная и Шоссейная в целях увеличения пропускной способности могут стать односторонними. В администрации прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел заместитель руководителя администрации Люберецкого района Алексей Передырка. Главной темой встречи, которую обсудили представители администрации, госавтоинспекции и дорожных служб, стала безопасность детей накануне нового учебного года. В первую очередь речь шла о благоустройстве дорог и тротуаров возле общеобразовательных учреждений, установке знаков и нанесении дорожной разметки, об обеспечении комплексных мер по безопасности дорожного движения. Как выяснилось, школа к новому учебному году в этом плане готова далеко не всех. Большую часть работ по нанесению дорожных разметок должны были выполнить представители Объединенного комбината благоустройства Люберцы. Но, как выяснилось, в ходе заседания с задачей они не справились. Давайте мы с вами так договоримся. Я еще не знаю, что вы скажете по этому поводу ГИБДД, но я, честное слово, даю вам три дня, чтобы у меня был представлен график производства работ в понедельник утром. Заместитель и руководитель администрации Люберецкого района Алексей Передерко поставил задачу присутствующим, чтобы к первому сентября все работы были завершены. Сейчас прервемся и продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы на ЛРТ. 8 сентября 2013 года. Единый день голосования в России. Житель Подмосковья, сделай свой выбор. Каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу в эфире Люберецкого районного телевидения смотрите программу «Открытый диалог». К нам в студию приходят общественные и политические деятели, чтобы рассказать о наиболее важных проектах и программах, реализуемых в районе. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Мы снова в эфире. Накануне Дня знаний учителя, завучи и директора школы собрались в 15-м лицеем на августовский педсовет. На встрече обсудили итоги прошедшего года, планы на будущее и, конечно, готовность школ к началу учебного процесса. На мероприятии побывал и наш корреспондент. Главной темой конференции стал новый федеральный закон об образовании, затрагивающий дошкольные и средние общеобразовательные учреждения. Начальник управления образования Люберецкого района Галина Тимофеева отметила, что этот закон разрабатывался в течение двух лет. В его создании, помимо депутатов, принимали участие и директора, и учителя, и даже родители. Одним из его нововведений стала школьная форма. Мне кажется, это правильно, что один перед одним минутой будут ходить все в одинаковой форме, как решила данная школа и общественная школа, родительский комитет, потому что ребенок будет иметь ответственность перед тем, что эту форму надо прийти снять, одеться в каком-то домашней одежде, идти уже гулять, и в дополнительном из-за ожидания домашней еды, что форму надо содержать на ближайшем университете. Помимо этого, на собрании были подведены итоги прошедшего учебного года. В целом, уровень образования в Люберецком районе остается одним из самых высоких в Московской области. Это подтверждает и результаты ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, количество учеников, набравших высший балл, взросло в четыре раза. Особое внимание было уделено дошкольному образованию. Согласно новому федеральному закону, детские сады теперь считаются первым уровнем среднего образования. На данный момент в Люберецком районе 57 детских садиков. Два из них частные. Муниципальные дошкольные учреждения с 1 апреля. Запись ведется через интернет. С целью доступности и прозрачности комплектования детских садов с 1 апреля 2013 года действует единая информационная система зачисления в дошкольные образовательные учреждения по Московской области, что позволяет качественно улучшить организацию данной муниципальной услуги. В настоящее время программа работает в тестовом режиме, а с 1 сентября она будет функционировать в полном объеме. Что касается подготовки общеобразовательных и дошкольных учреждений к новому учебному году, то по словам главы Люберецкого района и города Люберца Владимира Ружицкого, и школы, и детские сады полностью укомплектованы и готовы принять учеников. Сегодня мы сняли все вопросы с пожарниками, с Роспотребнадзором, и вопросов нет. Наши школы сегодня к учебному году готовы, за что я вам благодарен. В этом году свои двери для школьников распахнут две новые школы. 16-я гимназия в 7-8 микрорайоне и 50-я школа в поселке Октябрьском. Напомним, что день зданий состоится в понедельник, 2 сентября. Кристина Монасарян, Валентин Говорев, Люберецкое районное телевидение. Актуальная проблема длинных очередей детский сад решаема. С начала года Люберецкий детский сад номер 89 сможет принять на 50 человек больше. Дополнительный набор стал возможен благодаря возвращению дошкольному учреждению помещений площадью более 250 квадратных метров. Все подробности далее. Детский сад номер 89 был построен в начале 90-х. Тогда его вместимость превышала количество детей, родившихся в период перестройки. Чтобы корпуса не пустовали, часть помещения отдали по Центр диагностики и консультирования. Но возникшая за последние несколько лет проблема нехватки места в детских садах заставила администрацию пересмотреть свои решения почти 20-летней давности. Администрации города Люберец было принято решение Центр диагностики выделить им новое помещение. А вот то, что они занимали у нас 550 квадратов, отдать детский сад. Уже к январю 2013 года на средства местного бюджета была отремонтирована половина переданных помещений. Полсотни родителей стали счастливыми обладателями путевок в детский сад для своих малышей. Оставшаяся часть корпуса была отремонтирована этим летом. К началу учебного года эти новые помещения детского сада номер 89 будут готовы принять еще две группы. Это означает, что очередь дошкольных учреждений Люберецкого района, вызванное ростом количества новостроек, сократится уже на 50 человек. В общей сложности, благодаря решению администрации вернуть помещение детскому саду, очередь сократилась на 100 человек. Это максимальное количество, которое 89-й детский сад может вместить. Когда не было нового микрорайона, вот Красной горки, вот как они сейчас ее называют, то в принципе здесь хватало. Когда построили, то, конечно, оттуда детей тоже в наши детские сады направляли, потому что люди приезжают, покупают квартиры, там стояли, там ходили, сюда приезжают, здесь как бы нет. По словам заведующей, теперь детский сад заполнен полностью. Количество групп достигло 14, вследствие чего уже открылось несколько вакансий на должность нянечек и воспитателей. Татьяна Валько, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. 1 сентября завершается процесс подачи заявок на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», являющейся важной составляющей программы развития региона, предложенной в РИО губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым и уже успешно реализуемой в области. Соискателями премии могут быть не только организации, но и жители Подмосковья, которые своими реальными делами вносят посильный вклад в его развитие. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 4 тысяч заявок, и они продолжают поступать. Лидирующими являются такие общественно значимые направления деятельности, как забота о детях, организация молодежного досуга, патриотическое воспитание и массовый спорт. Жители Люберецкого района тоже активно откликнулись на акцию и предоставили десятки проектов, рассказывающих о самых разных сторонах жизни Люберецкого района. Напоминаем, что заявки можно отправлять до 1 сентября по электронной почте конкурссобакамозрек.ру и конкурсмосрексобакамейл.ру или по почте 143-407 Московская область, город Красногорск, 7. Бульвар строителей, дом 1, а также доставлять лично соискателям в дом правительства Московской области по тому же адресу. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Открытый диалог». Гость студии – руководитель Люберецкого городского отделения молодежного движения «Молодая гвардия Единой России» Игорь Березницкий. Далее эфир ЛРТ продолжит программу «Православная азбука». Напоминаю, что в эту среду в 20.00 в эфире Люберецкого районного телевидения состоится прямой эфир с участием первого заместителя главы администрации города Люберца Александра Алешина. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Также призываем наших телезрителей поддержать Люберецкое районное телевидение в конкурсе на лучший медиасайт .ру-2013, в котором мы принимаем участие. Все подробности на официальном сайте www.lrt.tv. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова